50 оттенков джинсов. О такой непривычной палитре мечтает не модница, а саратовская художница Александра Шеремет. Она освоила редкую технику создания портретов и добивается поразительного сходства с прототипом, играет цветом джинсовой ткани. Почему Чарли Чаплина изобразить таким способом легче, чем близкого знакомого, в нашем следующем сюжете. Ее рабочее место не похоже на мастерскую обычному художнику. Вместо кистей и красок на столе лежат ножницы и лекала. Свои картины Александра пишет джинсовой тканью. Для того, чтобы делать картины, я использую классические джинсы, причем тут даже бывает, что такое. Вот наотрез все, что можно купить, это осовремененная джинсовая ткань. Она очень сильно тянется, она тонкая и сильно сыпется. Технику выполнения Александре пришлось разрабатывать самой, методом проб и ошибок. До нее джинсовые картины прославили британского художника Иэна Берри. Процесс создания одного портрета занимает не меньше недели. Сложнее всего, говорит Александр, работать над портретами обычных людей. У них нет узнаваемых усов Чаплина или родинки Мерлин Монро. Поэтому необходимо быть предельно аккуратным с деталями и оттенками. Здесь подобрано, например, на этом участке как минимум три цвета джинсы. То есть раз, два, три. Хотя с более дальнего расстояния не так заметно. Но, тем не менее, если неправильно эти оттенки, переход оттенка сделать, то будут большие проблемы. То есть сходство потеряется полностью. Сейчас ее портфолио насчитывает более десятка портретов. Часть из них была подарена друзьям и знакомым. Другую часть Александра делала на заказ. На выставках же появляются только избранные работы. Я поражена. Это очень творческий человек. Настолько, как это можно было, во-первых, придумать, во-вторых, это воплотить нужно. Все картины, они как живые. То есть с любой точки можно посмотреть, и она на вас всегда будет смотреть. Кроме джинсового творчества, Александр также занимается пошивом кожаных сумок. В будущем художница планирует организовать благотворительные проекты и выставки. А вырученные деньги отправлять на лечение больных детей. Екатерина Барковская, Виктория Иванова, Максим Пустовалов, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.